Игорь Дмитриевич, здравствуйте еще раз. Очень-очень рада вас видеть. Добрый вечер. Я тоже очень-очень-очень рад. Здорово. И, ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы согласились принять участие в нашем таком интересном проекте. И я уверена, что всем участникам будет очень ценно и полезно узнать, услышать все о том, о чем сегодня мы с вами поговорим. Потому что тема, она действительно очень актуальная. И на сегодня это уже, наверное, не тема, а задача, да, как людям оставаться в ресурсе, несмотря на все новые вводные, несмотря на все стрессы, которые в последнее время нас окружают. Так вот, как же все-таки оставаться в ресурсе и радоваться жизни? Вот. Ну, для начала, я уверена, что многие вас знают. Но хотелось бы все-таки попросить несколько слов рассказать о себе вас. Ну, зовут меня Орлов Игорь Дмитриевич. Я врач, рефлекс-терапевт высшей категории. Кроме того, у меня есть сертификаты по иммунальной терапии, по неврологии. Работаю очень-очень давно, больше 30 лет у меня практического стажа. Работаю без перерыва. То есть каждый день в ресурсе, в специальности, в приеме. Вот. Постоянно там повышаю свою квалификацию. Вот. Сегодня, например, я прошел около там семи тестов. А потом ответил, ну, это практически как семь экзаменов, то есть во время приема. То есть сейчас от нас требуется постоянное там обучение и подтверждать свои специализации, свои знания вот онлайн. То есть прямо на рабочем месте. И это нужно делать, ну, практически. То есть это я делаю, ну, каждый день. Кроме того, я постоянно изучаю какие-то новые вещи. То есть чтобы быть в ресурсе, чтобы быть как бы в материале, мы говорим. То есть нужно постоянно повышать свою квалификацию, постоянно нужно этим заниматься, знать, чем сейчас люди живут, какие сейчас новые методы, какие сейчас новые направления в медицине есть. Потому что все развивается очень и очень быстро. Поэтому, конечно, люди... Ну, я понимаю, почему возник этот вопрос. Потому что люди просто не успевают за прогрессом, за прогрессом не успевают двигаться за теми требованиями, которые сейчас жизнь предъявляет им. И, конечно, то есть вопрос этот очень-очень важный. Касается нас всех и меня вот в том числе. То есть я никакой здесь и не исключение. Да, совершенно верно. И, ну, вот вы сказали, да, о том, что вы всегда находитесь в ресурсе. И это действительно работа, это и внутренняя работа, и такой определенный навык, да, который там не за один день складывается. Вот а к вам все-таки часто обращаются клиенты с таким запросом, да, или с вопросом, как оставаться в ресурсе, что нужно для этого делать? Ну, к нам все-таки люди уже обращаются с жалобами, так? То есть жалобы на отсутствие ресурса, они предшествуют жалобам на свое здоровье. То есть вот это так называемое отсутствие ресурса, мы говорим, или если другими словами, то есть раньше это называлось как синдром хронической усталости, то есть человек не справляется с теми нагрузками, которые на него возложены. И если это продолжается какое-то время, это приводит к развитию различных заболеваний, различных симптомов, вот с которыми люди и обращаются. Обращаются с чем? Что? С низким иммунитетом. То есть первое, почему бьет вот такое состояние, это бьет по иммунитету, по защите организма. То есть организм, поскольку он свои силы исчерпал, то есть у него нет сил, так сказать, препятствовать развитию инфекционных различных заболеваний. Вот. И это прежде всего отражается тем, что человек теряет иммунитет, теряет защитные силы. И вот это то, что вот в пандемии сейчас случилось, то есть одна из причин, почему это так быстро, почему так люди тяжело болеют, одна из причин, то что люди находятся в состоянии вот низкого иммунитета, то есть у них слабая защита. Ну и со всеми вытекающими там последствиями, да, то есть проблема дальше с речно-сосудистой системой. Страдает эндокринная система, поскольку эта система очень тонкая и требует повышенной энергетики и повышенного ресурса от организма. И если он как бы истощается, то прежде всего человек теряет защитные силы, защитные свойства и свои, так сказать, эндокринную активность. То есть это касается уровня гормонов, да, что отражается дальше на качестве жизни и получается так называемый замкнутый круг, да, то есть первоначально это хроническая усталость, дальше это снижение иммунитета, и дальше это уже развиваются различные заболевания, ну, заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, и тогда расстройство пищевого поведения, различные зависимости и так далее, и так далее, и тому подобное. Да, все в нашем организме, все взаимосвязано. Если что-то где-то дает сбой, да, то обязательно жди последствия и ответного удара, да. Вот я сейчас подсчитала, мы с вами уже дружим, да, более 12 лет, это уже прям такой очень серьезный срок, мне кажется, только вчера познакомились, и я очень благодарна, да, за многие задачи, которые мы с вами решали вместе, и, ну, то есть я сама прочувствовала, да, собственно, вот этот результат. И я знаю, что у вас есть классическое образование, да, классический диплом, вот, но в основном все-таки вы используете нетрадиционную медицину, я так понимаю, да, в своих практиках. Вот как можно с помощью техник нетрадиционной медицины определить, в общем-то, уровень жизнестойкости, да, или там уровень ресурсности организма человека? Я знаю, что много есть различных вариаций, расскажите, пожалуйста, что используете вы? Ну, прежде всего, здесь нужно сказать о терминологии. То есть то, чем я занимаюсь, относится к разделу традиционной медицины. Да, это бывает там нетрадиционная, там, ориентация и так далее. А вот медицина, она традиционная почему? То есть Всемирная организация здравоохранения принят термин, вот это вот направление, которым я занимаюсь, называть традиционной, то, что пришло к нам по традиции, сюда относятся мануальная терапия, иглорефлексотерапия, фитотерапия, герудотерапия, гомеопатия и ряд других. То есть оно является частью обычной системы медицинского образования. То есть оно включено туда в состав, то есть там нет никаких противоречий. Потому что изначально то, что сейчас мы делим медицину на такую какую-то там традиционную, нетрадиционную, какую-то еще, это достаточно все искусственно. Если мы посмотрим, вот в историю обратимся, да, то есть там не было никакого разделения, там была медицина и все, это система знаний, направленная на поддержание и укрепление здоровья и борьбу с различными болезнями. Так вот, этот раздел традиционной медицины, да, будем говорить, он занимается, то есть у нас направление медицинской деятельности, оно расценивается как лечебно-профилактическое направление, да. По сути, это в основном лечебное направление. Чтобы было понятно, вот, например, если человек заболел, у него есть какие-то симптомы, то есть заболел живот, да, поднялась температура, вот, вызвали, там, скажем, скорую помощь, вот, она его взяла и отвезла в больницу, там поставили диагноз острый аппендицит, сделали УЗИ, обнаружили жидкость брюшной полости, сделали у нас крови, там появились признаки воспаления, человек взяли на операционный стол, прооперировали, там, лапароскопически, да, и там на второй-третий день его благополучно вытащили, все, вылечили. Это то, чем занимается обычная медицина, да, вот это направление, то есть практически там нет профилактического направления, там есть чисто лечебное. Так вот, в отличие от этого, традиционная медицина, она занимается профилактикой. То есть нужно принимать меры такие до начала заболевания, как говорят китайцы, ты должен распознать и начать лечить болезнь за пять лет до ее начала, то есть в самом-самом начале. Вот, и то же самое в древней китайской медицине, то есть существовали придворные врачи, которые находились на службе императора, получали очень большие деньги, причем они получали деньги за то, чтобы император не болел. Если император заболевал, значит, придворного врача, казнили тут же, сразу, прям вот как только наступили симптомы, и вот тут же лишали, тут же отрубали голову, или там что-то с ним такое плохое делали. Поэтому задача была сделать все возможное, чтобы человек не заболел. То есть нужно было понять, как распознавать вот эти состояния болезненные, принимать вот эти меры по предотвращению, то есть средства профилактики, то есть вся вот эта китайская медицина, вся гомеопатия, фитотерапия, в основном это все средства профилактики, то есть направлено на поддержание и укрепление здоровья, чтобы человек не заболел, чтобы ничего страшного с ним плохого не произошло. Сейчас есть в медицине, есть очень такое модное, популярное направление, как превентивная медицина. Это все-таки часть традиционной медицины, хотя они не изучают основы китайской медицины, кибетской медицины, аюрведы, они этого ничего не знают. Но есть эта система, которая позволяет на основе каких-то ранней диагностики, то есть сейчас очень большой арсенал лабораторных методов исследования, других методов исследования, сейчас есть генетические, например. Можно определить различные гены, которые в дальнейшем при определенных условиях могут повлечь развитие определенных болезней. То есть превентивная медицина, используя арсенал обычной медицины, то есть арсенал лабораторных методов исследований, она пытается решать эту задачу. Надо сказать, не безуспешно. Ну и правильно сказали, что мы дружим, взаимодействуем достаточно давно. То есть человек, он когда-то чувствует... У нас дело в том, что я работаю в выздоровительном центре, то есть это не поликлиника какая-то, не стационар, это не больница, у нас нет тяжелых больных. То есть люди приходят за тем, чтобы, если он только почувствовал какие-то симптомы недомогания, например, вот что-то заболело спина, не надо доводить до того, что когда разовьется какой-то параличный, пара поресли, что-то плохое. А вот на ранних стадиях человек знает, что он что-то неправильно сделал, какое-то движение, и он почувствовал дискомфорт. Так лучше прийти вот в этот момент. Если он придет, скажем, в обычное лечебное учреждение, то есть начнут гонять по специалистам, сдавать кучу анализов, пошлют обязательно делать магниторезонансную томографию, компьютерную томографию и так далее. То есть будут ставить диагноз, и потом нам, может быть, назначат какое-то лечение. То у нас все здесь проще. То есть человек обращается с жалобами, с такими, с незначительными. И таким образом на ранних этапах. То есть можно все это дело предотвратить, используя достаточно простые и доступные методы. То есть у меня нет ничего такого. У меня нет лаборатории, у меня нет каких-то реактивов. У меня вот из инструментов, ну, понятно, что есть там компьютер, прибор для электропунктурной диагностики, иголки, какие-то там инструменты для гуаша-терапии. И, собственно говоря, все. Ну, есть кушетка. И больше ничего нет. То есть нам, в принципе, этого всего достаточно. Для того, чтобы распознать состояние здоровья. Причем в восточной медицине есть масса способов распознать, то есть как человек себя чувствует. То есть определить его конституцию, определить предрасположенность его к различным видам заболеваний. И поэтому можно с помощью простых методов, с помощью того же питания, с помощью определенных физических упражнений, дать рекомендации и, в общем-то, жить долго и счастливо, как мы говорим. Вот я помню, мы тоже с вами по языку как-то диагностировали. Конечно, конечно. То есть раньше врачи совершенно спокойно ставили диагноз. Мы помним времена Чехова, Бересаева. Да, люди ходили, то есть имели деревянную трубку в кармане, какой-то чемоданчик. И совершенно спокойно они выезжали на прием к пациентам, смотрели пульс, совершенно спокойно владели пульсовой диагностикой. Можно было определить продолжительность жизни, можно было определить характер течения заболеваний, можно было предположить, как оно будет протекать. То есть можно на основании вот таких вещей назначить лечение. Совершенно спокойно, используя пульсовую диагностику, диагностику по языку, по лицу, по глазам. Ну вот есть вот 6-7 видов обычной диагностики. То есть мы должны определять запах, который отходит из человека. Например, мы знаем, что больные с сахарным диабетом, когда он выдыхает, то есть пахнет свежими яблоками, потому что в дыхании содержатся кетоновые тела. То есть это как один из методов. Скажем, при низком содержании, при низком гемоглобине, при низком содержании железа, то есть мы видим бледный оттенок языка. Например, при, вот, скажем, ковидной инфекции, что язык на языке такой толстый белый налет. То есть он становится очень бледным, поскольку есть расстройство кровообращения. Вот, и цвет языка вот такой вот появляется толстый белый налет на языке. Это вот характерно и при вирусных инфекциях, при гриппе, там, при различных простудных заболеваниях. Вот, ну, там, скажем, красное горло, да, мы совершенно спокойно ставим там диагноз. А на тензилит, будь он там хронический, либо острый, то есть никаких проблем нет. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, что касается вот человек в ресурсе, либо не в ресурсе, как это можно, да, то есть, ну, во-первых, нужно обратить внимание на глаза. То есть как человек смотрит, да, насколько он живой. То есть мы говорим, взгляд потухший. Потухший – это значит, что в восточной медицине есть понятие, что в глазах все-таки есть огонь, да. То есть глаз горит, вот мы знаем ображение, да, глаз горит или нет. И это все знают, о чем идет речь. То есть если глаз открытый, да, если он эмоциональный, если он реагирует хорошо, если он блестит, если он влажный, так, то есть мы говорим, что есть огонь определенный в глазах, да, это энергия огня. Если энергия огня или огни, она слабая, да, соответственно, к взгляду, какой потухший. Бывает, когда человек устал, или когда он с летом, неважно, чувствует, или недостаток огни. Вот, например, в Аверведи есть понятие, что человек стар настолько, насколько слаба его огни, насколько слаба вот эта энергия огни. Поэтому совершенно спокойно можно посмотреть человеку в глаза и понять, да, насколько сильна его огня. Дальше мы смотрим там на кожу. Опять же, насколько выражены вот эти признаки там старения. Насколько она у него там гладкая, она блестящая, там, сухая, морщинистая, там, и так далее. Это мы говорим о состоянии там соков тела, да, то есть жидкости тела, состоянии крови. Есть румянец, нет румянец, лицо бледное, там, синюшное, или там, отечное, например, и так далее. Вот, очень интересно, то есть, когда мы смотрим в глаза, то очень интересно, важно посмотреть на наружный угол глаза. С точки зрения вот китайской медицины, вот, я прошу прощения, потому что я учился и в Китае, и в Индии. Я очень хорошо, как бы, знаю вот эту часть, эту традиционную. Да, поэтому, дело в том, что и индийская медицина, и аюрведы, там, тибетская, и китайская, в принципе, они имеют одни и те же корни. То есть одно и то же. То есть то, о чем говорят китайцы, то же о том же самом говорят индусы. То есть, в принципе, это система знаний, она интернациональна, она общая, и в принципе все там одни и те же. Вот. Китайцы говорят, что нужно посмотреть на наружный угол глаза, насколько он, если он смотрит вверх. Дело в том, что здесь проходит канал желудка, или ридиан желудка в лице, то есть в области вот наружного угла глаза. То есть если энергия в канале желудка достаточная, а желудок является хранилищем, так называемой вейцы. Вэ означает защитное. То есть и мы можем сказать о состоянии вейцы, то есть насколько сильна защита в этой человеке. То есть если угол, мы говорим, вот кошачьи глаза, то есть когда глаза немножко, они раскосаны, наружный угол глаза смотрят немножко вверх. Это очень хорошо и очень красиво. Если глаз, то есть нижний угол глаза смотрит вниз, это говорит о том, что об истощении вот этой вейт-защитной цели. Мы говорим, что она недостаточно большая, что у человека проблемы с иммунитетом. То есть он плохо защищается от вредоносных факторов различных. Ну вот на самом деле, я сейчас слушала вас совершенно право, потому что когда я получала образование в медицинском вузе на клинической психологии, и нам даже наши педагоги говорили о том, что очень сильно система здравоохранения, она трансформировалась. И вот эта часть, о которой сейчас мы с вами говорим, все превентивные меры, профилактические меры, их сейчас нет, они отсутствуют просто в нашей структуре именно здравоохранения. И вот то, чем занимаетесь вы, это как раз важная часть для того, чтобы не оказаться уже где-то в стационаре, а очень бережно, очень экологично позаботиться о себе и не уйти в историю, когда уже нужно какие-то очень серьезные меры делать. Поэтому еще один вывод, который я сделала, первый вывод, о том, что нужно обязательно заниматься профилактикой, и второе, нужно обращать внимание на все реакции своего тела. И обращать внимание каждое утро смотреть на себя в зеркало, смотреть, насколько у тебя взгляд живой, активный, и нет ли признаков, о которых вы сейчас говорили, первичные признаки, которые уже сигнализируют ваше тело, что нужно о нем позаботиться и нужно прийти к таким профессионалам, как вы, для того, чтобы не запустить эту всю историю. Что мы можем еще посоветовать участникам? В основном люди заняты, в основном люди, которые много работают, особенно сегодня, когда столько стоит задач, и ощущение, что просто время, этот временной промежуток, он настолько сужается, ты оказываешься в каком-то туннеле, бежишь по нему, бежишь, и где-то в конце ты можешь понять, что сейчас у тебя болит голова, или, ой, сейчас ноги хвост отваливаются. Вот как, может быть, еще можно позаботиться о себе, таким людям, которые точно будут нас слушать, что в этих ситуациях им делать? Ну, да, все-таки надо остановиться. Я тоже готовился к нашей программе. То есть нужно понимать причины, почему так происходит. И я думаю, что нужно в этом разобраться. Мне кажется, что основной причиной этой ситуации, что когда человек находится в состоянии хронической усталости, не может выполнять свои функции и так далее. Мне кажется, что самая главная причина и самая простая на самом деле, то есть это недостаток правильной организации своего времени. Вот. То есть начать, я думаю, что начать нужно с того, что как бы там с режима дня, то есть нужно разобраться на что, то есть провести хронометраж своего там рабочего дня и посмотреть, на что он уходит. Вот. И, как правило, в общем-то причина, то, что человек теряет энергию, то есть она, как правило, идет на поверхности. Вот. То есть это все достаточно быстро и просто понятно. Ну, вот я приведу пример. Ну, очень простой. Скажем, вот у нас есть такая категория людей, как вот программисты, да, и вот IT-сектор, которые все в таком вот состоянии там повышенной возбудимости, какие-то вот они психовные, какие-то вот они больные, какие-то вот они все странные. Все жалуются. Я очень много... У меня знакомых, которые руководят компаниями, крупными компаниями. И он говорит, что ну все, ну все, ну все просто больные, все и психически, и физически, и вообще никак. При том, что специалисты хорошие. Как правило, у всех программистов нарушен режим сна. То есть они все работают там по ночам, засиживаются в конверте и так далее. Чего, в общем-то, делать нельзя. То есть нужно просто, я думаю, что нужно провести хронометраж. То есть начать с организации своего рабочего времени, своего времени отдыха и так далее. Вот. А для того, чтобы провести хронометраж, нужно знать, на что его тратить. Вот все знают такое произведение древнеиндийское. Это называется Кама Сутра. То есть Сутра – это свод правил или каких-то там историй, посвященные какой-то теме. Вот Кама Сутра, она посвящена теме любви. Это произведение было написано, вернее оно и сейчас, существует в Индии на стенах храма. Так вот, все знают, значит, что это описание взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Но самое главное, то есть если начать изучать этот трактат, то вначале написано, что у желающего человек должен определиться с целью. Так вот, в этом трактате, мне очень понравилось, там в самом начале написано, что человек, который желает жить, у него есть три цели. Значит, причем зависит от возраста. В каждом возрасте цель у человека, они совершенно разные. То есть если жизнь поделить на три основных части, то в первой-третьей жизни она должна быть посвящена обязательно образованию, учебе. То есть когда мозг открыт, когда ребенок находится в таком состоянии открытом, то есть легче всего все это запоминать и легче всего это делать. Если он этого не будет делать, соответственно, он во второй или в третьей части своей жизни столкнется с проблемой. Вторая часть жизни, она посвящена любви. Любви, что значит? Это в это время, человек, когда получил образование, то есть он обязан создавать семью, обязательно, он обязан иметь детей, он обязан заботиться о них, и это посвящено как раз этот вот раздел Каму Сутри, то есть взаимоотношения, то есть как это делать, это можно и нужно это все делать. То есть это касается вот средней части жизни, то есть середины, вот. И, то есть если у тебя все нормально, если ты первую часть жизни посвятил образованию, обучению, вторую часть жизни, там взаимодействия со своим близким человеком, взаимодействия со своими детьми, то, значит, третья часть жизни заключительная, то есть она звучит таким образом, что человек, цель жизни – это богатство. То есть он уже как бы все это создал, а теперь наслаждается тем, что вот этим вот запасом то, что у него есть. У него есть образование, соответственно, он заработал там какие-то деньги, да, то есть он создал семью, все у него хорошо, и в конце жизни он призван, значит, наслаждаться плодами. Вот, соответственно, нужно понять, в какой части человек находится, то есть если этот человек молодой, то, соответственно, он должен учиться обязательно получать образование. Если он не получал образование, а хочет там заниматься там любовью, например, да, изображать детей, но при этом ничего не умеет, не знает, у него ничего не получится, то есть он не сможет там сбежать семью, он не сможет научить своих детей, он не сможет их воспитывать, то есть ничего хорошего из этого не получится, и тем более в конце жизни никакого богатства рассчитывать ему не на что. Вот. И, соответственно, то есть если мы знаем вот эти цели, то есть нужно этим следовать, все очень просто. Вот. А как следует? То есть нужно начинать все-таки с режима дня, да, то есть мы знаем, что день у нас 24 часа, так? Вот. Мы также вот эти 24 часа делим на 3, и у нас получается следующий расклад, что, значит, 8 часов, да, если мы 24 делим на 3, получается 8. Значит, 8 часов написано, что человек должен у нас выполнять свои обязанности, то есть работать. Да, если это молодой человек или там ребенок, он должен учиться. Там 8 часов, выполнять домашние задания, это его обязанность. Так, если это, допустим, женщина, которая занимается детьми, она обязана заниматься детьми, она может не ходить на работу, она обязана, ее обязанности ходит, воспитание и уход там за семьей, за мужем, за детьми, это ее обязанность, это 8 часов. Дальше 8 часов человек должен спать. Так? Хорошо. И остается еще 8 часов. И вот с этим всегда проблемы. Люди не знают, для чего эти вот 8 часов предназначены. Вот, мы знаем, что у нас есть 8-часовой рабочий день, 8-часовой сон, а вот остальные 8 часов, написано, в ведах написано, что вот эти 8 часов человек должен жить для души. Что значит для души? Да, тоже непонятно, что такое душа, и что с ней делать, и как для нее нужно жить. Вот примерно мы говорим следующим образом, что у каждого человека есть какое-то вот личное, там, мечта, предположим, или какие-то, вот, что лично тебя, тебе вот близко, да, допустим, ну, мужчина, например, вот, что тебе, хорошо, он говорит, ты знаешь, я люблю вот рыбалку, вот ты должен 8 часов хотя бы там, вот чем-то вот этим таким заниматься, пойти там на рыбалку, или там, то есть жить для души, тогда жизнь имеет смысл, тогда вот эти 24 часа, во-первых, ты отдохнул, ты сделал все, что ты хотел, да, и в-третьих, то есть ты обязательно получил что-то личное для себя. Если это женщина, что такое личность для себя? Она может сходить в парикмахерскую, да, она может сходить там на муникур, она пошла там ухаживать за собой, да, это ее личное время, такое интимное, когда она получает удовольствие. То есть это очень важно. Если этого не делать, да, жизнь, она прекращает иметь краски, как говорят, да, если ты только спишь и работаешь, да, то ничего хорошего нет, то есть человек не получает удовольствие, не получает наслаждение, а без этого жизнь тоже, она не имеет смысла никакого. То есть она становится тусклой, незрачной, неинтересной, вот, и мы говорим, что если человек, допустим, всю жизнь работает, да, то есть он что, он вот находится не в ресурсе, да, что он теряет это все. Или, допустим, он спит, он ничего не хочет делать. И чем больше спит, тем больше хочет. Он все спит и спит, на работу не ходит, ему заниматься для души, он говорит, я уже ничего не хочу, я буду спать и есть, и спать. И тоже ничего хорошего, если человек становится глубоко несчастным, когда он этим правилам не следует. Прежде всего, я думаю, что наша задача какая-то. Рассказать людям вот эти простые вещи. И если мы посмотрим на хронометраж своего дня, то есть мы сразу увидим причину, то есть вот что нам мешает. И, как правило, в общем-то, исправить это не представляет никаких проблем. Есть бывают ситуации, когда временно человек не может, есть какой-то проект, он должен его закончить. Временно, да, но потом ты должен отдохнуть. Если ты не будешь этого делать, то у тебя сил на другие вещи уже не останется. В этом очень хорошим помощником является колесо баланса, да, где вот перед тобой визуально ты можешь распределить все свое время на сферы. Те, которые важны для тебя. И то, о чем вы говорите, это все должно быть в гармонии. Не должно быть перекосов, да, где-то больше энергии гораздо больше тратится, а где-то ее недостаточно. То есть все должно как-то гармонично быть в жизни, да. Вот. И то, что режим труда и отдыха сменяется, да, и в законопроектах об этом говорится, и в ведах об этом, да, пишется. То есть просто очень важно как-то это примерить, наверное, на себя, да, и, собственно, более осознанно, наверное, подходить вот к этим шагам, да, в планировании своего времени и своих затрат. Да, спасибо большое. Очень, на самом деле, интересно. Вот еще очень важный момент, о котором тоже хочется поговорить все-таки, да, то, что тело, очень важно прислушиваться к телу, и тело, оно может как подсказать, так и помочь решить какие-то вопросы, задачи. Вот я знаю, что очень много же есть в теле биологически активных точек, да, которые, там, если с ними взаимодействовать, то они помогут решить много различных вопросов, начиная от головной боли, да, вот сижу я, например, на работе. Вот не могу я сейчас побежать куда-то, на, не знаю, какое-то ресурсное место, или заняться любимым делом, да, или читать Камасутру, да, или еще что, болит у меня голова. Вот как мне решить здесь и сейчас эту задачу, да, для того, чтобы более качественно дальше пойти, решать задачи. Вот, подскажите мне, может быть, есть какие-то же техники? Ну, конечно, проблема вот головной боли, она, с одной стороны, такая, вот, на первый взгляд такая, но несущественная, да, ну, у всех болят головы, да, ну, вроде как, ну, ничего, ну, давайте сейчас нажмем на точку, и все. На самом деле, вот даже в Москве существует институт, целый институт головной боли в Вене, который занимается этой проблемой. Проблема, на первый взгляд, очень простая, на самом деле она сложнейшая, да, то есть их причин, головной боли, их очень много. То есть так вот сказать, давайте нажмем на точку, и все, она у тебя пройдет. Надо смотреть, опять же, если она повторяется, это головная боль каждый день. Если она имеет какую-то периодичность. Да, если вот есть разный характер головной боли. Например, если боль в затылке, она может быть связана как с шейным остеохондрозом, предположим, да, так и с повышенным артериальным давлением. Поэтому, если заболела голова, нужно померить, ну, хотя бы померить артериальное давление, то есть посмотреть. Гипертония сейчас у нас, к сожалению, молодеет. Сейчас дети жалуются на повышение артериального, они жалуются на головную боль, и очень часто это бывает, что связано именно с повышенным артериальным давлением, которое несет за собой, ну, это уже серьезное заболевание, причем не просто эзотической подъема давления, а прям гипертонической болезни. Сейчас детей там 8-12 лет, 14 лет, сплошь и рядом. Сейчас инсульты в 7-8 лет у детей происходят. Да, сейчас катастрофа. Поэтому, главное более, это очень такой коварный симптом. Вот, и подходить к нему, вот, в общем-то, тоже. Если заболела голова, то есть нужно понять, во-первых, локализацию, где она. То есть это лоб, если это лоб, если это виски. То есть это может быть связано, это вот чаще всего есть такая головная боль напряжения. Вот она связана с тем, что вот, ну, человек устал, находится в определенной позе, там сидит перед компьютером, и у него возникает вот это вот сосудистый спазм, который и... Человек ощущает, как головной боль. Ну, массаж головы, то есть их миллион там всяких техник. То есть можно массировать виски, да, обычно. То есть если головная боль в области затворки, можно массировать глаза, можно просто приложить ладони глазам на какое-то время, это расслабляет переорбитальные мышцы глаза, мышцы лба. Да, да, то есть таким образом, то есть головная боль утихает. Вот. Можно попробовать, то есть принимать препараты, что ничего плохого там нет. То есть есть легкие достаточно препараты, там, ну, типа, там, цитрамона, например, он старый, да, изученный, он там состоит из трех компонентов достаточно простых, там, не опасных, вот, которым тоже можно запринять. Можно попить воды. Вообще в восточном центре есть правило, что если у тебя болит голова, вдруг ты жалуешься на головной боль, значит, ты мало пьешь воды. Это один из признаков вызвать, то есть это кровь, то есть вызвано чем? То, что кровь более густая, чем она должна быть. То есть она имеет вот это плохое кровообращение, застой крови, то есть он вызван чаще всего изменением состава крови, то есть повышенной ее вязкости. Поэтому для того, чтобы самый простой способ уменьшить вязкость крови, для этого нужно попить воды. Вот. И если, и, прежде чем там нажимать на точки, то есть можно просто попить воды и посмотреть там через некоторое время, как правило, головная боль стихает. А можно также помассировать ладони рефлекторно, это улучшает мозговое кровообращение. А можно попарить ноги, тоже нормализует артериальное давление, но вот если на работе это достаточно трудно сделать. Но вот от дома, например, это проблем никаких нет, да, то есть налить там в тазик горячей воды, да, подержать там ноги, и будет очень хорошо. Это гипертоники, они знают этот способ. Можно также попарить руки, например, поставить под горячую воду. У нас тоже это рефлекторно улучшает мозговое кровообращение. Существует у китайцев способ лечения головной боли. Следующий, то есть нужно взять себе замочку уха и резко потянуть. Будет такой щелчок легкий, да. Вот. И после этого, то есть это снимает головной боль и это облегчает боль в горле. То есть если человек начинает только в самом начале, если только начинает болеть, если только первые признаки, что горло при глотании, он испытывает боль, то есть этот способ достаточно хорошо снимает, облегчает боль в горле и головную боль. Вот. Но в любом случае, то есть этот симптом очень-очень коварный, и это повод обратиться, опять же, там, к специалисту. То есть если она повторяется, если она интенсивна, если она ничем не снимается, то есть это повод, конечно, обратиться к врачу и там уже пообследоваться, уже понять причину ее. Вот буквально, да, симптоматика, головная боль, а столько вы рассказали, с чем это может быть связано, то есть это может быть, да, совершенно... Циклом, может быть, мигрень, менструальная, там, головная боль может быть, да, то есть причина, я говорю, что очень много, целый институт этим занимается. Я спрашивал специалистов оттуда, я спрашиваю, ну вообще, вот как лечить, что? Ну, он говорит, в основном, конечно, 70-80% головных болей связано с шейным остеохондрозом, то есть заболеванием опорно-двигнутого аппарата. То есть это воздействие на позвоночную артерию, на сосудистый нервный пучок, нарушение проходимости в области шеи, на шейных сосудах. Вот, и там на ультразвуковом исследовании, как правило, это удается все увидеть, там какую-то там неровность, когда извитой ход позвоночной артерии, асимметрию кровотока, ну и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, процентов 70, головной боли, это связано с шейным остеохондрозом. Но, опять же, для того, чтобы понять, что это шейный остеохондроз, от 30% это идет уже на все остальное. Но чтобы понять, все-таки нужно хотя бы привести какие-то минимальные обследования, и тогда уже можно будет. Назначить лечение соответствующее. И заниматься хорошо, что есть сегодня возможность гибридных графиков, которые могут позволить, опять же, в домашних условиях как-то тоже позаботиться о себе. И попарить ноги тоже можно сделать в рабочее время, но позаботиться буквально 5 минут, которые дадут тебе возможности как-то дальше быть в ресурсе и более качественно выполнять свои трудовые обязанности. Просто важно о них знать и важно соблюдать эти меры. Игорь Медведев, извините. Да, я хотел сказать, что многие из этих вещей, я ведь ничего нового не сказал. То есть, это все вещи достаточно известные. Мы сталкиваемся с тем, что все-таки люди ленятся. То есть, мы ленивые, мы усталые, мы вот не хотим этого делать. И я точно такой же, как и все. Вот, поэтому, ну, нужно себя заставлять. То есть, нужно себя как-то, есть мотивация, нет мотивации, есть сил, нет сил, есть настроение, нет. Но мы должны знать, ну, если мы хотим жить нормально, да, то есть, мы должны просыпаться, чем в смысле. То есть, это, что такое вообще, то есть, человек просыпается, да, это как бы вот целый день, это модель нашей жизни. Это как бы его рождение. Дальше он его как бы проживает, то есть, что-то такое делает. И вечером он уже, это как бы преклонный возраст, модель. То есть, каждый день нас готовит, нам показывает модель твоей жизни. Ты проживаешь эту маленькую жизнь. Да, то есть, и ты должен, если ты проснулся, значит, ты должен понять, для чего. То есть, опять же, поставить цель. С этого начинается. Если у тебя есть цель жить, то есть, соответственно, ты должен качественно ее прожить. То есть, жить плохо, смысла нет никакого. Жизнь обязательно нужна долго и нужно счастливо, по возможности. И нужно все силы приложить к этому. То есть, приводить свою жизнь в кошмар, это никому не надо. Ни тебе не нужно, ни твоей семье не нужно, твоим близким тем более. Все хотят нас видеть здоровыми, красивыми, молодыми, цветущими, работающими, активными и так далее. Поэтому ты должен об этом заботиться. То есть, прежде всего, ты должен проснуться и сказать об этом. Ну, а дальше что ты можешь сделать? Ну, ты можешь, во-первых, соблюдать режим дня. Ты можешь рано вставать. Да, очень важно. Это очень важно. Ты можешь вовремя ложиться спать. Можешь это. Ну, как правило, можешь. Но если ты не можешь, ты сегодня не можешь. Ну, а завтра-то, допустим, да, если есть возможность, ты должен обязательно к этому стремиться. Да, то есть, вот эти биоритмы свои собственные подстраивать, биоритмы, мы говорим, что вот космические. То есть, как вот смена у нас есть дня и ночи, так, соответственно, и твои биоритмы, они должны быть в гармонии. Если ты идешь в противовес, соответственно, это мое тело разрушает. Да, разрушает твою гормональную систему. Причем это не сразу проявляется. То есть, если человек молодой, он этого не чувствует. То есть, проходит время, и ты начинаешь это ощущать. Вот как раньше, например, мы дежурили по ночам, работали сутками и так далее. То есть, врачебная практика, она связана с ночным делом. И я понял, что я, наверное, не смогу, что если я так буду дальше делать. То есть, мы когда там неделями, то есть, я не спал. Ну, спал какими-то часами, урывками, но мы работали неделями, сутками. Да, то есть, не вставая. И я понял, что я так очень смогу. Я когда закончил институт, у меня давление было там 160 на 120. Да, мне в 23 года было. Я понял, что я так дальше не протяну. Да, я стал об этом заблудиться. И причем одна из причин, что я пошел в медицинский институт, то есть, это все-таки я с детства понимал, что было бы неплохо разобраться вообще там в собственном здоровье и получить образование, чтобы использовать прежде всего для себя. Да, чтобы свою жизнь сделать лучше и жить своих близких. Сделать лучше, чем она как бы может быть. Вот, поэтому я понял, что, ну, наверное, я вот не буду хирургом и гинекологом, что я не буду по ночам дежурить, потому что, ну, я не смогу. Просто я так долго не вытяну. Если у меня 23 года высоковысоченное давление, если там у меня, то это болит голова, вот, я понял, что никакого ресурса мне не хватит. Вот, поэтому я решил выбрать другую специальность и пошел в патанатомию. Да, прежде чем там стал рефлексотерапевтом, то есть, я начал там, пошел в ординатуру по патологической анатомии. У нас, слава богу, нет никаких дежурств, потом ты находишься там вместе, тебя никто не ругает, тебе никто там голову не морочит, никто не кричит, никто... Все хорошо, тихо, спокойно. Возможности изучать литературу больше, чем обычно. Возможности смотреть в микроскоп и так далее, то есть, философствовать и так далее и тому подобное, более чем достаточно. Вот. Вот таким образом. На самом деле, хоть вы озвучили, да, о том, что ничего нового вы не рассказали, но мы сегодня подсветили очень важные темы, да, и то есть, то, о чем раньше говорили еще там в древние времена, да, и сегодня они тоже звучат, все эти темы, вся эта информация, она раскрывается, да, просто не все ее считывают правильно, да, и самым лучшим образом для себя. То есть, да, есть все сферы, которые взаимосвязаны. Физика – это базовая сфера, да, но это основа всех основ. И дальше уже эмоциональные, духовные, ментальные, они, разумеется, будут очень сильно тесно переплетены и будут очень сильно зависеть от вашего физического состояния, прежде всего. Если вы там не выспались, либо вы больны, там, либо это психосоматические какие-то проявления, либо еще что-то, да, но уже о духовном развитии как-то сложно говорить, согласитесь. Поэтому вот то, о чем мы говорим сегодня, да, это, ну, прежде всего касается авторства, авторства своей жизни, да, и то, насколько она там качественно будет для тебя строиться, очень во многом зависит от тебя, как ты будешь принимать вот эти решения, да, как ты будешь следовать им. Поэтому очень важные вопросы мы поднимаем сегодня. И, Игорь Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а вот по каким вопросам можно прийти к вам, да, обратиться к вам за помощью? Ко мне можно обратиться по всем вопросам, буквально-буквально по любым. Что касается, то есть, острой ситуации, да, это, естественно, мы вызываем скорую помощь, обращаемся к врачу. А так обратиться можно абсолютно по любым сферам, по любым вопросам, по любым жалобам, да, то есть, если я что-то смогу сделать, у нас арсенал, я повторяю, он огромный, огромный, то есть, у нас есть вот метод, скажем, электропунктурной диагностики, там порядка 17 тысяч тестов, там различные разделы есть, да, то есть, возможности сейчас практически неограничены. Если эта ситуация не совсем там запущена, не требует срочной там хирургического вмешательства или там чего-то еще, то практически во всех случаях, то есть, можно человеку серьезно помочь. По крайней мере, если не вылечить, да, достаточно же за короткий промежуток времени, то помочь можно, ну, в 100 процентов случаев, будем говорить. Так, но и вот по поводу духовной части, не могу согласиться с тем, что она выходит на второй план. Мне кажется, она идет гармонично. Вот был такой, все знают, да, что есть такой монастырь Шаолин в Китае, да, вот китайцы считают, что это они придумали кунг-фу, вот эти восточные индоборства и так далее. Вот на самом деле ничего подобного, да, вот этот известный монастырь открыл индус, звали его Бодхитхарма, его еще называли «человек с большими глазами». А история его возникновения следующая. Значит, это он буддийский монах, да, и он сидел в медитации, медитировал, то есть, духовно развивался, да, порядка семи лет или восьми он там находился, в этом состоянии. В результате он заснул, да, домедитировался, вот, и когда он проснулся, он вдруг осознал, что он все это дело проспал, очень на себя разозлился, и он оторвал себе верхние веки, вот, и поэтому его стали называть «человек с большими глазами», то есть, у него глаза не закрывались, вот, и он пришел, да, но когда он проснулся, то есть, он вдруг обнаружил, что за семь лет у него отсохли ноги, то есть, он не может ходить, он не может встать, вот. И он понял, что, наверное, он что-то не так делает, вот. И в результате он создал систему упражнений, в результате которой, то есть, он полностью восстановил свое здоровье, вот. И какой же здесь вывод? Вывод следующий, что человек должен развиваться параллельно не только духовно, но и физически, что человек должен развиваться гармонично, обязательно. И в честь этого события, в честь этого, так сказать, момента, значит, и был заложен вот этот храм, где, значит, монахи занимаются и медитацией, духовным развитием, и также и физическим. Да, вот. Ну, а любое физическое развитие, оно подразумевает, как боевое искусство может быть использовано, да, любое физическое упражнение, любой танец, он может быть использован как танец, да, так же, как и для защиты, и для, скажем, обороны, и как боевое искусство. Вот такой, поэтому, скажем, вот такой пример, когда, допустим, ну, мать, допустим, она говорит, ну, хорошо, вот вы мне рассказывайте тут, вот, что я должна быть там, а у меня маленькие дети, там, двое или трое, да, и вот они маленькие, я не сплю по ночам, они кричат, одно и живот болит, у второго там еще что-то такое, у третьего там что-то такое произошло, я не сплю по ночам, потому что они там кричат, они просыпаются и так далее. И так происходит каждый день, и вы мне будете говорить о том, чтобы вот я там занимался собой, соблюдал режим дня, там, спала 8 часов, ходила там на процедуры там на всякие, там, на массаж, на иголки и все прочее. А у меня просто нет времени, я не могу этим заниматься. Вопрос следующий, то есть как человек к этому относится? Одно дело, когда мы говорим, ну, опять ты там проснулся, опять ты там, и начинает внутри, то есть идет куча негатива, да, и другое дело совершенно, то есть как к этому относиться. А другой человек, он в это время еще будет что-то такое вот про себя, там, либо там медитирует, либо там что-то там, песенки какие-то петь, либо еще какие-то вещи, да, либо молитву будет какую-то читать, либо что-то еще. Совершенно другое отношение. В любой ситуации, да, и тот, и другой случай, да, вот два разных человека, но вопрос в отношении, да, поэтому разделять их нельзя ни в коем случае. И когда мы там, допустим, мы лично, когда у нас какие-то неприятности, тем более нужно заниматься вот этой так называемой духовной практикой, развивать свои какие-то вот эти душевные вещи обязательно, потому что без этого ничего не будет. Без этого, то есть человек просто разрушится. Чем сильнее неприятности, тем больше нам тяжело, тем сильнее мы должны укрепляться духовно. То есть, ну, у каждого там свои какие-то там наработки, какие-то свои методы для этого. То есть здесь уже, конечно, решает сам для себя, что он будет делать. Но вопрос, опять же, в отношении. Если мы правильно относимся к этим вещам, тогда и жизнь наша становится хорошо. И вот эти трудности, они переносятся значительно легче и прочее, идут нам во благо. Чем если мы будем там, сами знаете, как мы можем, там, допустим, вот, едем за рулем, кто-то подъедет, вот, ну, хорошо, поехал и поехал, все нормально, все хорошо. И есть там другая совершенно категория. Проехал и все, и мы начинаем, да, там, нецензурную брань, все остальное, у нас давление повышается, у нас злость. Тело реагирует. Человек сам себя разрушает на мысли свои. Вот, а если человек спокойный едет, ну, хочешь, езжай, пожалуйста. Что-то тебе там неприятность какая-то случилась, ну, и ладно, ну, и хорошо. Да, то есть все переносится, и все это, все эти вещи, то, что с нами происходит, идет только во благо. Это определенный навык, я с вами совершенно согласна. То есть мы не сможем ограничить себя, да, от мира, да, там, поместить себя в сосуд, да, в любом случае будет происходить. А вот важно, да, как ты реагируешь на них, да, и как ты быстро восстанавливаешься. Это определенный навык, поэтому очень важно тренироваться, да, и находить вот новые возможности, новые ресурсы для себя, да, развиваться в этом. И, ну, точные изменения будут, да, вот эти установки, они перепрошьются просто. Ты по-другому будешь воспринимать окружающий мир. В новых красках для себя, да, согласна с вами совершенно. Да, и у нас остается буквально немного времени, к сожалению, да, Игорь Натальевич, буду очень рада, если мы с вами продолжим наши встречи, наши дискуссии, интервью, да, наши просто разговоры о важном, о важном, так и назовем. Вот, и скажите, пожалуйста, где вас можно встретить, как вам вас можно найти для наших участников? Работаю я каждый день в оздоровительном центре под названием «Дерево жизни», которое находится в городе Москва по адресу Ульца Верхняя Красносельская, дом 2, дробь 1, строение 2. Каждый день с 7 утра до 2 часов дня, кроме воскресенья. Прекрасно, да. Буду рада сама вас скорым временем навестить. Да, я думаю, еще одну, буквально там одну минутку, нужно еще два слова сказать про пищевые добавки, про травки и все остальное. Я думаю, что эта тема такая достаточно большая, чем поддерживать свой ресурс. То есть кроме того, что мы сказали, то есть о хронометаже, там об организации, это все правильно, хорошо. Ну, кроме того, современный человек, конечно, необходимо принимать препараты, такие как витамины, минералы обязательно, поливитамины, да, различные там растения, которые усиливают энергию, которые гармонизируют, которые очищают и так далее. То есть современный человек без этого он просто не может. То есть в современном мире это должно быть вашей едой. Говорят, пусть... Говорят, пусть еда будет вашим лекарством, иначе лекарства будут вашей едой. То есть очень важно говорить о том, что вы кушаете, что человек ест каждый день. От этого зависит его в большей степени. То, что ты ешь, от этого зависит его здоровье. Да, если он будет соблюдать режим дня, но при этом будет потреблять некачественную еду, то есть ничего хорошего не будет. Если он не будет там принимать... Ну, современная еда, она еще такая специфичная. То есть мы не едим там свежие... Они определенным образом обработаны, они содержат определенные удобрения, пестициды, гербициды и так далее и тому подобное. Поэтому для того, чтобы нейтрализовать вредные действия, человек обязан, если он хочет жить нормально и долго, то есть он обязан в этом разбираться, обязан принимать еще дополнительно кучу вот этого всего. Вот это залог здоровья. Вот Женя была у меня на работе, но видела, да, сколько там всяких там различных веществ. И там есть такая полка, да, где лежат вот мои таблетки. У них таблетки, то есть это целая полка посвящена. И это моя еда в течение дня. То есть я ем один раз в день. То есть с утра я ничего не ем. И в течение дня я ничего не ем. То есть я питаюсь практически вот этими там препаратами. Да, и китайской медицины, и аюридической медицины. И так я принимаю кучу там витаминов, микроэлементов. Мы об этом обязательно в следующий раз поговорим. Но человек должен знать, что помимо всего прочего, помимо того, что он должен там правильно пить воду, правильно питаться, он еще обязан обязательно принимать кучу вот этого всего, если он хочет жить долго и счастливо. Мы смотрим, кстати, на примере наших европейцев, американцев. Они принимают очень много витаминов. То есть у них пол холодильника забиты вот этими вещами. Да, они в этом разбираются. Они это принимают. Они советуются там со своим врачом. Они там... Потому что, опять же, у нас рынок, он ненасыщенный. Он бедный. Там у нас ничего этого нет. Да, и у нас нет культуры приема этих веществ. То есть во всем мире, включая там, скажем, ну, я не говорю про Азию, где это традиционное, да, но вот, скажем, взять Европу, или там Латинскую Америку, или Северную Америку, да. То есть люди, которые живут долго, мы смотрим, на долгожители, они все принимают большое количество, то есть огромное количество вот этих всех вещей, этих витаминов, микроэлементов, там, трав и всего такого прочего. Ну, это прям очень важная тема, на самом деле. И хотелось бы ей послушать отдельный наш эфир, да, отдельное время, и поглубже в ней разобраться. Потому что, конечно, состава, да, вот всех микроэлементов, которые мы, в общем-то, используем, да, в своей пище ежедневной, очень важно, ну, зависит наше самочувствие общее. Вот, и то, как, на самом деле, мы будем вот с этим, да, справляться, то, что мы будем выбирать для себя в течение дня, то нашу эффективность может повысить в разы, да, и, собственно, вот эта энергоемкость, о которой мы начали и сегодня много говорили, ну, вот. Хорошо, спасибо вам огромное, очень было интересно, очень было полезно, интересно, и до новых встреч. До новых встреч, спасибо, что пригласили.